Показать такую интересную программку, приложение. Скачать можно в Google Play. Называется «Робот-говорон». Сюда мы записываем какой-нибудь текст. Например, «Я тебя люблю». И робот проговаривает этот текст. «Я тебя люблю». Немножко сделаю погромче. «Я тебя люблю». Также можно, такой есть режим демо, режим ёжика. «Я тебя люблю». Или режим черепахи. «Я тебя люблю». Такой замедленный. Есть ещё кнопочка заглушения матных слов. Ну, нам она не понадобится. Удаляем запись, пишем новую. И так же озвучиваем. Вот, например, он говорит. «Привет, я ёжик». Или вот это. «Здравствуйте, я черепаха». «Здравствуйте, я черепаха». Также есть ещё вот такая программка. Извиняюсь за голос. У меня немножко подсело горло. Это читатель текста. Это читатель текста. Например, пишешь текст и прослушиваешь его. «Сегодня самый лучший день». Это можно использовать в видео, при создании видео, или просто там для чего-то, для каких-то съёмок, или ещё для чего-то. Также текст можно написать на любом языке, то есть, например, на английском, и прослушать его. «ПЛОЕСТЬ» «НосКścią лебень». «ПлОЕСТЬ» «ПЛОЕСТЬ» «ПЛОЕСТЬ». «ПЛОЕСТЬ» 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 Coffee, please. Tea and coffee. Coffee and tea. Coffee and tea. Hello, duo. Coffee and tea, please. Coffee and tea, please. Вот таким образом изучается иностранный язык. Еще одно очень интересное приложение – это говорящий переводчик. Например, вот я надиктовала там по-русски предложение. Например, я хочу съесть гамбургер. И тут же мне переводят на английский, ну, на тот язык, который я хочу. Вот, например, так. Ну да, вот я уже наговорила, и мне перевели. Или же наоборот. Например. Английский, ну, на том языке, который я хочу. Например. Я люблю тебя. Так. Я люблю тебя. Немножко неправильно перевел. Видать, не понял. Так, еще раз. Я люблю тебя. Страховка желтая. Пардон, надо было говорить на английском языке, а наоборот, на русском. I love you. Я тебя люблю. Вот, теперь правильно. Или, например, miss you. Так. Miss you. Скучаю по тебе. Вот этот переводчик очень хорошо брать с собой, там, на телефоне. Например, если едешь за границу, не знаешь язык, то есть ты можешь обратиться к любому человеку, наговорив. И также он может тебе ответить, и тебе переводчик переведет, не зная язык. Ты можешь, там, например, ориентироваться на местности, спрашивать у местных что-то. Очень удобная штука. Многие, я вот знаю, ездят, там, и в Китай, также переводят. То есть, на китайский язык. Ну, и вообще в разные страны, в любую страну. Еще одно прикольное приложение. Называется именные... То есть, здесь находятся именные аудио-шутки и поздравления. То есть, вы можете, например, поздравить кого-то. Дорогой Иванов Иван Иванович, с праздником тебя. Желаю счастья, здоровья и бодрости. Ну, приколоться над кем-то там, или просто, например, какой-то на праздник, на день рождения поздравить. Как использовать это приложение? Например, вписываем любое имя, кого вы хотите там поздравить, или еще что-то. И нажимаем слово «Дальше». Чтобы правильно озвучивала, нужно, вот, предлагают нам добавить ударение. Нужно поставить знак «плюс» перед буквой, где должно быть ударение. Например, Люба перед буквой «Ю», Костя перед буквой «О». Вот я добавила, и теперь пробую. Вот, например, можно вот так вот приколоться голосом Собчак. Смотрите. Рада приветствовать тебя, Иванова Наталья Ивановна. Хотела узнать, не согласишься ли стать следующим гостем моей передачи? Или давай я тебя лучше в Дом-2 устрою? Прикольно же. Или вот, например, такая шутка. Привет, Иванова Наталья Ивановна. А ты классный контент выкладываешь в социальных сетях. Так что, может быть, даже популярнее меня станешь. Ну, прикольно же, да? Попробуйте, кстати, скачайте в Google Play. Вообще классные вещи. Подписывайтесь на канал. Буду рассказывать много интересного. Всем до встречи на моих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok